Урок всенародной памяти сегодня прошел в Хатыни. 72 года назад 149 жителей этой белорусской деревни уничтожили гитлеровские карактерии. На месте трагедии теперь мемориальный комплекс, который хранит память о жителях еще тысяч деревень, разделивших печальную участь в Хатыни. Сегодня здесь возложили твинки и цветы. Память жертв фашизма в Беларуси почтила и наша съемочная группа. 72 года назад тихая приветливая белорусская деревня превратилась в пепел. Тот день Софья Антоновна помнит и сейчас. Помнит и постоянно плачет. Отец, мать, младшие сестренки Ванда и Наденька, младший братик Владик, старшая сестра Вера и ее муж Виктор, их маленький сынишка Толик. Выжить удалось лишь ей, 10-летней Сонечке и брату Володе. И то чудом. Пидали, что в виде собрания, люди побежали им. В ночь на 22-е Софья с братом ночевали у тетки. Когда в деревню вошли каратели, парень прыгнул в окно и побежал изо всех сил. Для Софьи же спасением стал подвал, где маленькая девочка укрылась от пуль под мешками с картошкой. Кроме ребят, скрыться от гитлеровцев тогда смогли еще трое детей и один взрослый. Тот самый деревенский кузнец Иосиф Каминский, который и стал прообразом непокоренного человека с умирающим сыном на руках. У кого-то родственники либо жили здесь, либо имеют какое-то отношение. Вот я по профессии учитель истории. Для меня это вообще... Я детям очень многое расскажу. Сегодня в годовщину трагедии в мемориальном комплексе собрались неравнодушные люди. Память жертв Хатыни почтили минутой молчания. Затем к вечному огню возложили гвоздики, как символ невинно пролитой крови. Вот я подошла, прям душит. Очень тяжело смотреть на все это. Чтоб нигде и никогда в вихре пожара в жизни не умирало. Такой наказ на братской могиле из белого мрамора от погибших живые читают уже почти 50 лет. Именно столько на месте деревни, кое уже нет ни на одной географической карте, находится мемориальный комплекс Хатынь. Идея воплотить в мемориале память об уничтоженных людях появилась в 66-м году. Тогда же Союз архитекторов объявил конкурс на лучший проект. Таковым признали работу группы молодых архитекторов Занковича, Левина и Градова. Мы постелили вот это кладбище на рельеф, единственное в мире кладбище деревень. Хатынь, документ, памятник, документ. Каждый дом там, где он находился, там и стоят вот эти памятники каждому дому. А кладбище мы собрали в противовес. Мартовский день 1943-го стал последним для 149 жителей Хатыни. Впрочем, такая же участь в годы войны постигла каждую десятую белорусскую деревню. Тысячи людей со всего мира ежегодно склоняют свои головы перед непокоренным белорусским человеком, чтя память всех погибших в годы Великой Отечественной и слушая голос Хатыни, ее колокола. Анастасия Бенедесюк, Алексей Ершевич, телекомпания СТВ.